На 21 июня была запланирована полная отмена антивирусных ограничений в Великобритании. Власти страны и измученное население собирались отпраздновать победу над пандемией COVID-19, а также его кентский и британский штаммы, названные вариант Альфа. Однако все оказалось гораздо сложнее и правительство объявило, что нужно немного подождать. Специалисты из европейских стран бьют тревогу. Опаснейший штамм коронавируса B1-617-2, индийская разновидность COVID-19, названный вариант Дельта, наступает, он идет в Европу из других регионов. Дельта заразнее на 60%, чем Альфа и гораздо опасней. ВОЗ предупредили, что штамм Дельта выявлен уже в 80 странах мира, его распространение и мутации продолжаются. При этом лица, перенесшие ранее заболевание или прошедшие однократную вакцинацию, не имеют надежной защиты от инфекции. Его симптомы похожи на простуду, головные или мышечные боли, заложенность носа и болезненные ощущения в горле, то есть первоначально может не быть высокой температуры, кашля или потери обоняния. Поэтому эта разновидность коронавируса считается коварной. В Германии штамм Дельта пока мало распространен, но это временное явление, так как количество заражений удваивается ежедневно. Местные медики предупреждают, что по-прежнему необходимо носить маски и введенные ограничения снимать еще рано. Они просят немецких туристов не повторять ошибок прошлого года, когда те привезли подарки из других стран для своих соотечественников. Руководитель канцелярии главы правительства ФРГ Хильгё Браун заявил в интервью Redactions Netzwerk Deutschland, что рекомендует немецким футбольным болельщикам не ехать на матчи полуфинала и финала чемпионата Евро 2020, поскольку они пройдут в Лондоне. Одновременно с этим представители системы здравоохранения Великобритании проинформировали общественность, что вакцина Pfizer-BioNTech на 96% гарантирует, что после двух доз человек не попадет в больницу со штаммом Delta в худшем случае перенесет в легкой форме дома, в то время как вакцина от Axford AstraZeneca дает гарантию в 92%. Медработники уточнили, что вакцинация не гарантирует 100% иммунитета.